Доступно о сложном в Гагаринском в рамках Года экологии прошел форум, посвященный вопросам охраны окружающей среды. В качестве докладчиков выступили профессиональные экологи, в качестве слушателей, отдыхающие в лагере дети. Как сохранить лес на земле, велики ли запасы питьевой воды и что каждый из нас может сделать для сохранения планеты? Сегодня в Гагаринском говорят об экологии. То есть если не будет лесом, с леса не будет, вам нечего подбежать. То есть лесом поглощает литий, свой газ, деляя на письмородку. Для двухсот воспитанников выступают приглашенные специалисты. Руководитель Белимбаевского лесничества говорит о проблемах загрязнения леса, из-за чего страдают и животные, и люди. Еще одна тема для обсуждения – питьевая вода. Представитель городского водоканала делится с детьми нехитрыми способами, как из обычной воды можно сделать пригодную для питья. Человек может очищать сам воду, например, в квартире. Нам рассказали способ один, чтобы замораживать воду в холодильнике или в морозильнике. Форум под названием «Кто, если не мы» в Гагаринском приурочили к Году экологии. Работа площадок со специалистами – это лишь часть программы. Ребята уже успели поучаствовать в экологическом квесте. Мы лично можем улучшить экологическую обстановку в нашем городе, в нашей стране. Поэтому форум носит название «Кто, если не мы». Мы говорим ребятам о том, что любой на своем уровне может совершать поступки и делать какие-то дела, связанные с экологией. В рамках форума говорят и о промышленных предприятиях. О том, как защищают окружающую среду от воздействия производства, рассказывает представитель новотрубного завода. Сегодня на предприятии работают современные системы фильтрации и очистные сооружения. И свою техническую базу ПНТЗ постоянно наращивает. Перворайский новотрубный завод в этом году приобрел социальный пост мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, который планируют установить на труд поселки уже осенью этого года. Впрочем, уберечь воздух от вредного воздействия может каждый. Специалисты делятся с детьми простыми правилами. Меня впечатлило то, что можно воздух очищать. Можно очищать его дома самому. Например, не распылять аэрозоли, ездить на электромобилях, велосипедах. Завершится работа форума в последний день четвертой смены. Каждый отряд подготовит видеоролик на экологическую тему. Никита Нехорошков, Дмитрий Коньков и Михаил Перанков. Служба народных новостей. Спасибо большое.